Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Давайте зачитаю сейчас, и мы ее потом разберем. История началась банально. Познакомились с молодым человеком-турком в интернете. Тогда он работал в заграничном проекте. Он инженер по качеству строительных объектов. Я ждала завершения его проекта два года. Виделись по два раза в год, всего лишь на несколько дней. Но я сильно любила, и для меня это было эталоном заботы и ответственности. С родителями познакомились в первый же день нашей живой встречи, после трех месяцев переписок. Родители приняли очень хорошо, и никогда у нас с его семьей не было никаких конфликтов. После завершения проекта он приехал ко мне в Россию на полгода, учил язык, пытался найти работу, но не смог. Поэтому он вновь нашел заграничный проект и уехал. Так прошло еще два года. Он активно помогает семье материально, но точно не бедствует, и у него есть накопление. Но когда я заводила с ним разговор о том, что прошло уже очень много времени, что нужно решать вопрос нашего совместного будущего, он всегда отвечает одно. «Я не буду жить в Турции. В Турции все плохо, работы нет, зарплаты низкие. Я не могу заводить семью, не имея работы. Скоро закончатся проекты, нужно искать новые работы. И так, по кругу». Мы общались с ним каждый день, и текстом, и видеозвонками по вечерам. Общение было теплым. Он всегда мне писал приятные слова. Он меня ни от кого не скрывал. И не верю, что у него есть какая-то семья там, например, на стороне. Как я могла написать и позвонить ему в любой момент. Но я не понимаю, почему такая нерешительность. Я написала прощальное письмо, он отказался его принимать, но и действий никаких не предпринял, чтобы меня удержать. Я ему больше не пишу. Он мне сейчас продолжает писать теперь очень редко, один раз в 2-3 дня. Спрашивает, как дела, жалуется, что устал на работе и так далее. Мне такое общение больше не нужно. После таких отношений я выжата, как лимон, так как вложила в них всю душу, очень ждала. Один вопрос крутится в голове. Почему так? И попозже это давно было очень письмо. Девочка давно очередь своей ждала на публикацию и еще дописала. На сегодняшний день ситуация такая, что я снова начала с ним общение, так как он пригласил меня встретить Новый год в кругу его семьи. Теплилась надежда, что что-то решится. При личном разговоре уверял, что будет стараться найти работу, чтобы забрать меня с собой. Но работу ищет за границей, так как считает, что в Турции экономическая ситуация крайне тяжелая. Я верю, что он меня действительно любит, но решиться на оформлении отношений до того, как он найдет очередную работу, он не может. Вопрос остался открытым. Я чувствую себя терпилой, которая постоянно дает шанс. Собственно, вопрос в первом письме еще содержался о том, почему так. Я чувствую себя терпилой. Я буду честна, я никогда не говорю то, что человек хочет услышать. Я просто говорю мнение со стороны, да, так и есть. Но уже 4 года вообще-то, я не знаю, сколько там вам лет и все прочее, что тянется. Это тебе намек вообще? Вот сейчас он не хочет, не хочет. У него нет просто желания. Вопросы работы и всего прочего, какие-то откоряки. Это повод отодвинуть то, что он делать не хочет. На данный момент он не хочет с тобой вступать в отношения официальные, брать за тебя финансовую и прочую ответственность. Он не хочет семью. Он тебе что-то рассказывает, да, ну ты же терпишь. Зачем какие-то действия предпринимать? Он этого не хочет, поэтому у него есть прекрасная причина. Тебе больше скажу, что он навряд ли что-то будет искать, какую-то постоянную работу, пытаться где-то основаться в одном месте, потому что вот эта кочевая жизнь, это классная откоряка, чтобы, ну, с тобой приятно как-то проводить время, на короткий промежуток времени, ответственности никакой, приятное ощущение, что тебя кто-то где-то любит, ждет и все прочее. Поэтому и можно, короче говоря, дальше продолжать это. У него вообще нет никакого стимула прекращать это такое поведение свое. Здесь вообще вопрос, естественно, к тебе. Зачем ты это терпишь? Что ты ждешь? Тебе ничего не обещают. Ты давишь. Где самоуважение, любовь к себе? Чего ждать-то, собственно говоря? Если ты хочешь как-то воздействовать на него, и чтобы он принял решение, он для того, чтобы принять решение, должен тебя потерять. А ты же терпила. Ты же вот возобновила опять общение с ним. Он не потерял тебя. И он знает, что ты это сделаешь снова. Поэтому если ты хочешь, чтобы уж последнее что-то, предпринять какое-то действие, проверить, будь готова к расставанию, это первое. Второе, расстанься с ним, пропади. Пусть он тебя потеряет. И можешь сказать, так, мы с тобой, я расстаюсь. Я это много раз в видео уже озвучивала. Я не понимаю, почему у девочек еще такие, кто меня регулярно смотрит, такие вопросы возникают. Все очень просто. Дорогой друг, мы с тобой встречались 4 года. Ты мне все обещаешь, кормишь завтраками. Мое терпение заканчивается. Все. Оно закончилось. Оно еще закончилось 2 года назад. Так что вот сейчас я свои угрозы, скажем так, привожу в действие. Мы с тобой расстаемся. Мне надоело что-то ждать. Если ты хочешь, что я тебе нужна, вот у тебя есть там какой-то срок, вы можете отмерять, маленький срок, не 2 года, не полгода даже, максимум 1 месяц. Предпринимай какие-то свои действия. Делай что хочешь, в общем. Как хочешь, с кожи вон вылези. Покажи, что я тебе нужна. Тогда мы будем вместе. Но вы просто боитесь его потерять. Вообще боитесь, в принципе, остаться одна и вообще тешите себя непонятными надеждами. Вы, скорее всего, так сделать, как я сказала, вы не сможете. Поэтому вы в этой ситуации до сих пор, потому что вы это сделать не можете. Если бы вы себя любили, уважали, вы бы не были терпилы, это не терпели. Он это делает, потому что вы делать это позволяете. Все очень просто. Чтобы он вас захотел какие-то действия предпринять. Но он вряд ли это что-то сделает, скорее всего. Просто надо ему потерять вас. Понятно, что он действительно вас любит. Потеряв, он почувствует это, будет страдать. И попытается вас вернуть и ваши отношения. Вот и все. В других выходах вообще никаких в этой ситуации нет. Честно, мне жалко вас с какой-то стороны, потому что я как-то перепрыгиваю, то вы, то ты. Но все равно, в общем, может, если таких женщин очень много, которые непонятно чего ждут. Непонятно от кого. Вот даже сейчас он никаких надежд не дает вообще. Он просто кормит завтраками. Он даже ничего не обещает. У него нет никакого конкретного плана. Он пообещал, опять нашел какую-то временную работу. Вам вообще такой мужик зачем нужен? Что это за любовь? Мужик безответственный. Ничего от вас не хотящий. Вам ничего не обещающий. У него нет постоянной работы. Как вообще вы хотите за него замуж? Или там развивать ваши отношения? А куда их развивать, если у него нет стабильного заработка? Нет у него жилья? У него нет определенного какого-то места? Чтобы развивать отношения, они должны выливаться во что-то. В семью, рождение детей, потомство и всего прочего. Это делается на одном месте не кочевым образом жизни. Потому что кочевым это очень трудно, тяжело и финансово затратно. Ну куда вы собрались, с кем вообще строить отношения, семью делать? У него ничего этого нет для этого. И он еще этого и не хочет. Просто надо признать, что это не ваш вариант, не ваш вообще по жизни человек. Не надо искать в нем причины, что он такой-такой-то плохой. Ищите причины в себе, почему вы позволяете с собой так обращаться. Вам это неприятно, вы дальше что-то терпите. Что терпите? От кого? Ничего мне обещают, вообще непонятно. Трата просто времени идет. Он вообще никаких усилий не прилагает. Все, что самое страшное. Самое еще, что страшное, обещал, проект закончил и нашел просто другой. Он приехал, попытался, у вас в России у него ничего не получилось. Знаете, есть такие люди, которые все время что-то пытаются, типа для вида барахтываются. У них никогда ничего не получается. У них всегда кто-то виноват. У него виновата страна Турция, что в Турции низкие зарплаты, все плохо. В Турции плохая жизнь, там он никогда не будет жить. Поймите, здесь есть люди, которые нормально живут и работу находят. Зарплаты у них достаточно приличные. И работают, и проблем не знают. Проблема же, наверное, не в Турции, в стране, или в какой-то экономической ситуации. А в этом парне. Я бы его словайте интерпретировала так, как я неудачник в этой стране. Я сомневаюсь в себе, мне ничего не получится. Я боюсь менять то, что у меня есть в плане. Я просто трус. Я буду просто жить по-удобному для меня лично, плану, каким-то контрактам. Потому что там я обеспечен жильем и деньгами в этот момент. А когда у меня что-то в будущем будет, ну когда-то там семья или дети, ну когда-то они будут. С тобой или не с тобой, на самом деле, честно, не знаю, с тобой или нет. Ты пока вот, извини, дорогая, в эти планы не вписываешься. Я трус, я боюсь менять хоть что-то устоявшееся. А то, что он к вам в Россию на полгода проезжал, это не перемены. Это только попытка, с которой он сбежал. У него не получилось, он напугался, он вернулся к тому, что той типа стабильности, нестабильной стабильности, так можно сказать, которая была раньше, которая ему привычна. И по жизни так будет. Если он даже осядет в какой-то стране, даже не в Турции, найдет постоянную работу, он в принципе будет, такой человек, бояться принимать решения. Он всегда будет чего-то бояться. Он будет отчасти безответственным. Как он будет нести ответственность за свою семью, за своих детей, за вас. Короче, это такой огромный ворох проблем этого мужчины. И когда обижают, я вот что хочу последнее сказать, когда вам в отношениях некомфортно, вас обижают, унижают, не считают с вашим мнением, что-то обещали, не сделали и все прочее, вот эти неприятные ощущения от отношений, это называется нелюбовь, вас не любят. Примите просто это своими мозгами, это нужно принять. Когда любят, не хотят приносить боль и страдания. Вы просто для чего-то, от каких-то своих проблем, вы вцепились в этого мужчину. Какие-то у вас есть личные проблемы, низкая самооценка, вы позволяете собой так обходиться и терпеть. Вы выбрали такую позицию для него удобную, а для себя нет. Пришло время подумать о себе, у вас время-то уходит, вы уже 4 года непонятно на что. Вот, прикиньте, вот вы встречались 2 раза в год по несколько дней. Это в принципе у него, он безответственный человек, у него страх отношений. Отношения ваши не развиваются, это вообще что за отношения? Вы вообще бытаухи вот этой всей, у вас не было. 4 года уже он мутит, крутит непонятно что. И неизвестно, сколько он еще это делать будет. Короче, я вопрос скажу, что это не тот вообще вариант. Но вы не сможете расстаться, потому что вы себя не любите. Может быть, посмотрев это видео, вы на что-то решитесь. Я вам этого сердечно желаю, и я уверена, что где-то есть мужчина на свете, который может вас любить, уважать, и не будет вам трепать нервы долгое время, и еще над вами издеваться. Вот, так что обещание, обещание, ими когда-то должна наступить точка кипения, когда вам все это надоест. Кто попадал в такие затянутые какие-то ситуации, девочки, пишите комментарии. Думаю, это будет очень полезно для автора письма. Спасибо за ваше внимание, комментарии. Скоро увидимся. Всем пока.